так ну что я бьет всем привет сегодня поговорим про газет кэш это рубрика старички рынка и соответственно это моя одна из самых любимых криптовалют опять же таки я ее не идеальны идеализирую и не делаю скажем так ставку что у меня там пол депозита или 30 процентов депозитов заткеша но в принципе это тоже достаточно значительная позиция я в данных криптовалюту верю почему объясню в сегодняшнем ролике поэтому досматривайте до конца так вот на текущем этапе почему потому что у заткеша такая же ограниченная миссия как у биткоина я напоминаю в 21 миллион но этим они тоже похожи и в принципе понятное дело это написать все что угодно может может быть тут и 22 миллиона но 70 процентов монет уже в обороте в принципе заткеш тоже майнится тоже он на работает пока что на схеме по поверк ну в принципе на и в дальнейшем будет работать но основные моменты это нет второе соответственно больше всего кошельков вот смотрите у нас содержит сейчас заткеш там 500 тысяч 600 тысяч 300 тысяч давайте даже посчитаем ради интереса сколько это на текущем этапе 599 6436 умножаем на сколько сейчас заткеш стоит заткеш у нас стоит 53 доллара грубо говоря да это 31 миллиона 611 тысяч долларов вот поэтому это очевидно что киты и которые верят в данную криптовалюту и не продают то есть они продолжают держать даже перейти на этот адрес и посмотреть то есть на балансе реально total ice и в 38 миллионов долларов у него поэтому и получено было смотрите две недели назад то есть транзакции были вот 27 июня соответственно и самое интересное что были получены они вчера то есть видимо это не случайно 14 июня то есть до этого еще там 33 тысячи то есть постоянно кошельки пополняются и закупаются по поводу холдеров там на бинанс смарт-чейне соответственно смотрите на бинансе лежит а многие говорят там заткеш скам там и так далее но зачем бинанс будет держать вот давайте посчитаем 27000 да я понимаю это не несравнимо с 500000 или 300000 но 27 658 умножаем на 53 это у нас лям 468 да это ну может быть это даже не китовая сумма это какой-то частный инвестор может себе позволить и может быть держит но опять же таки нужно понимать что в принципе значит кто-то верит данную криптовалюту вы скажете ну может и киты тоже ошибаются да но данная криптовалюта также имеет дефляционную модель также какого биткоина и плюс она самая анонимная из всех вот еще будет разбор завтра лайткоина она тоже у нас стала анонимная криптовалюты после определенного обновления про который я тоже расскажу но я думаю многие слышали вот так вот у нас смотрите 28 практически процентов тут а потом на бсм обидан смарт-чейн это тоже сеть бинанса поэтому считаю тоже бинанс 28 плюс 25 это у нас получается 53 53 процента здесь получается сколько где-то получается у нас 60 70 даже даже 70 70 сколько 72 72 процента там с половиной ну короче около 70 практически даже 80 процентов у нас находится вот здесь вот на бинансе монеты которые здесь у нас оправнуты да и соответственно 5400 адресов по поводу twitter у них 87 тысяч пользователей я понимаю это не шибко много но как видите на регулярной основе постятся новости они на проект не забивают и постоянно что-то делают вот по поводу соответственно телеграмма да тут маленькая комьюнити 2600 там всего лишь пользователей по поводу соответственно халвинга у нас произошел последний я напомню халвинг который у нас подразумевал уменьшение награды за блок с 12 5 до той 125 то есть уменьшение очень жесткая но как бы опять же таки поправьте меня если я не прав по биткоину был разбор в прошлом ролике поэтому смотрите обязательно на канале по поводу заткеша то есть это у нас раз четыре года и последний у нас халвинг произошел 17 ноября двадцатого года вот и соответственно это был у нас последний халвинг ну может быть кто-то меня поправит но почему тогда его нету здесь если должен был произойти вот даже в прошедшие события соответственно халвинг вот в двадцатом году у нас был проведен 17 ноября поэтому в принципе я писал об этом и zcash у нас подлетал довольно таки неплохо то есть даже после того же халвинга вот 17 ноября мы подлетели потом на те же там пять с половиной x но самое интересное можно бесконечно обсуждать там zcash и так далее что это анонимная криптовалюта все там круто все замечательно можно бесконечно все это изучает также у них там есть и свой холодный кошелек плюс если перейти посмотреть да вот на трезер на леджер он там есть и так далее вот холодный кошелек zcash имеется холдеров давайте глянем ходлеров в принципе я уже показал что киты не продают а наоборот накапливают здесь почему-то инфа не подгружается coin market card видно опять глючит если глянуть по новостям здесь тоже новости постятся по поводу самого zcash а также у них там есть свое приложение и так далее можете зайти все самостоятельно все это поизучать я не вижу смысла во все это вдаваться потому что ну кто захочет тот сам изучит то есть можно скачать кошельки можно посмотреть то есть кошелек zcash wallet майнинг zcash то есть вся информация здесь имеется как майнить что там а через какие системы то есть все здесь имеется заходите и читайте вот по поводу соответственно ну хэшрейт и естественно падает потому что вот если зайти посмотреть на текущем этапе вот у нас хэшрейт естественно подупал ну в связи в том числе с биткоином вот здесь у нас смотрите кстати 795 тысяч адейцов то есть это уже довольно таки неплохо я считаю а вот по поводу соответственно хэшрейта вот хэшрейт у нас 932 то есть если естественно хэшрейт у нас упал потому что падает цена zcash и падает весь рынок а zcash движется за всем остальным рынком кстати самое интересное что на какой трейды я замечал неоднократно что здесь видны объемы видите такие довольно таки сильные объемы когда набирался bitcoin в том числе и естественно бегался тоже zcash и сейчас продолжает набираться но самый интересный момент не то то что мы сформировали вот такие вот и вершины нисходящих да многие скажут что все там скам и так далее но в целом здесь была аналогичная ситуация тоже мы падали но потом мы на нащупали дно и выровнялись и дали там те же 5 иксов а если с марта 20 года сколько мы дали давайте глянем можно было 10 иксов забрать мне говорят zcash это скам смысла нет его закупать ну окей хорошо вот и соответственно zcash там стоил на начальном этапе вообще сущее копье тоже там в районе 50 баксов сейчас мы вернулись плюс-минус на те же отметки не вернулись конечно к 30 баксам 20 года марта но в целом я думаю если мы пробьем вот эти вот уровни и по биткоина спустимся на 15 а то и 10000 долларов то мы запросто увидим вот эти вот отметочки вот это будет такая самая ожирнейшая зона где я считаю надо докупать zcash ну многие может быть не согласятся скажут что zcash скаманет ну как бы окей хорошо это ваше право можете думать все что хотите но я верю в данную криптовалюту опять же таки может ли скамануть ну может скамануть но я не отрицаю этого то есть любая крипталюта и даже bitcoin может скамануть тут гарантии нету и халявы в том числе поэтому я думаю однозначно zcash себя покажет вопрос лишь времени и те кто не верили то же самое с xrp постоянно происходит он он пампится и несмотря на суд и многие его хоронят на миллион раз когда он падает на дно а потом когда он всплывает на 1 2 3 доллара то соответственно все начинают закупаться на хаях те кто в него в него не верили и заходят в уходящий поезд залетают на хаях прокатываться сами знаете на чем потом цена падает и потом они на низах говорят опять что это скам поэтому ничего не меняется ну как бы я в принципе не удивляюсь и люди как были ведомыми и глупыми так ими и останутся но большинство людей пока ними вот хоть они не хотят это признавать ну понятное дело идет никогда не признает что он идет вот поэтому и самое интересное что мы не делали перехай мы не делали перехай в 17 18 года и даже хаёв не достигли в 17 18 года и многие предрекают крах данной криптовалюте и тому же дальше но подальше будет отдельный разбор на канале и самое интересное что просто потому что мы не сделали перехай ну может быть не мы не сделали перехай потому что крупный капитал просто хочет еще набрать объем на таких низких отметках но моя личная цель это 2000 долларов по данной криптовалюте потому что я считаю это достаточно еще консервативная цель потому что но в целом достичь данную отметку особенно когда на майнится все заткешики да и все заткеши будут в обороте 21 миллиона в принципе если глянуть кто соответственно инвестор в данную криптовалюту то есть на текущем этапе это у нас различные венчурные фонды galaxy digital там это марка новоградца фонд пантера капитал я понимаю многие там может быть опасаются потому что они засками ли тоже луну там ну какие-то из фондов но соответственно я не переживаю абсолютно по поводу экономики токенов но давайте глянем у нас получается 572 процента идет разработчикам но 6 процентов 165 electronic coin company вот на инвесторам и получатся 144 z cash foundation 119 electric coin company то есть разработчикам уходит не такая большая цена ну не цена объем монет и соответственно поисел был по 4 доллара понятное дело что те кто были на поиселе они заработали сверх прибыль и ну вот последняя цена была 15 долларов а сейчас мы спустились но не то что прям на цену поисела но в целом вот здесь были минимальные отметки 30 баксов ну плюс-минус до в два раза больше и вы скажете даже сейчас они могут покидать с профитом да но я считаю что проект будет все равно расти из-за своей дефляционной модели и его востребовано востребованности в будущем и плюс киты держат данную криптовалюту и не продают вот о чем что я вам показал начале так вот и соответственно на маркетинг 14 процентов для соответственно сотрудников 56 процентов потом general административ это у нас но на администрацию проекта 10 процентов консультантов 10 процентов ну всякие там путешествия до конференции 5 процентов security auditing то есть аудит и защита 5 процентов 3 процента а это security до travel экспенсис консультации но и два процента для программного обеспечения но и по поводу supply schedule сколько у нас будут майниться данные за кэш и они у нас будут майниться приблизительно до 2026 года может быть до 2025 как там по биткоину то есть я недавно смотрел было до 2026 сейчас уже до 2025 то есть постоянно эта дата может смещаться но плюс-минус тега 24-26 год я думаю зависимости от того насколько будет расти за кэш цене естественно будет расти хэш рейт и более скорость его добычи так вот вот это все я считаю это просто глобальное накопление которое потом перейдет в бурный рост многие могут не верить многие не хотят верить что соответственно уже хоронят и за кэш там что нет смысла его закупать ну опять же таки это моя века в данную криптовалюту я не закупал ее там на треть депозита даже может даже и на 15 процентов может быть намного меньше но в целом я считаю что она отрастет как минимум до тех отметок где она и была то есть текущих отметок она сделает как минимум 7 x сюда это будет порядка 15 x а если достигнет моей цели то это будет приблизительно вот если взять даже от 60 ну 30 иксов то есть а если отсюда это будет вообще 65 иксов то есть ну это моя цель я считаю она вполне здравая ну как минимум 1000 долларов мы однозначно достигнем и почему бы нет а здесь можно быть 60 иксов в будущем те же там 20000 процентов то есть на долгосрока ставить тоже можно будет потому что тут дефляционная модель самая анонимная крипто лютой всех держат киты и она плюс еще очень недооцененной плюс мы не делали пехай и по сути мы а стоим в таком вот длительном накоплении вот здесь вот если глянуть по сути это накопление которое длится уже практически пять лет но даже если окей учесть что у нас были тут росты после вот этого вот финального пампа мы здесь стоим уже год практически и в целом дальнейшем будущем я думаю однозначно мы вот эту формацию перебьем и улетим потом наверх ну будем смотреть по ситуации может быть я ошибаюсь и может быть за крышка монеты никому не будет нахер нужен но в целом и за счет дефляционной модели и за счет того что киты продолжал продолжаю продолжают держать а у данной крипто лютой есть постоянное обновление и она майнится и она восстребована я считаю это темная лошадка которую многие недооценивают и плюс такой же является как люта дэш и многие другие стоячки рынка которые я тоже буду разбирать и в том числе которые имеют дефляционную модель ну вы скажете что дефляционная модель это не истина в последней инстанции до что даже если дефляционная модель но продукты никому не нужен и соответственно криптовалюта никому не нужна ну тоже шиба там или другие криптовалюта у них вообще не ограниченной миссии они пампились на бешеные иксы и абсолютно плохих там не дефляционная модель и данная криптовалюта улетала чисто на вере людей и жадности хомяков вот поэтому ну в целом будем смотреть я считаю зад кэш опять же таки приходит к офигенным отметкам но идеальная зона будет докупить его по 30 40 долларов если bitcoin спустится на 15 а то и 10000 однозначно мы такие отметки можем увидеть и вполне можем увидеть как раз минус 50 процентов от текущих поэтому зад кэш однозначно я буду добирать накапливать и держать а в долгую пока он не достигнет цели как минимум вернется хотя бы на вот эти отметки там 400 500 долларов потом в район 800 900 ну грубо говоря 1000 долларов но и потом финальная цель 2000 долларов но и остальные монеты я оставлю на долгосрока вось выстрелит там на те же пять десять тысяч долларов и так далее но это уже скорее все будет после 2026 года все всем удачи всем бога